Давайте по поводу Украины с России. Когда все это началось, то вы были одним из тех, кто говорил, что это очень быстро закончится, что уже почти все, что кончится за неделю, за месяц кончится, за два месяца. И многие люди считали, как и вы. Но вы были одним из самых известных, которые говорили, что все скоро закончится. Почему же это уже длится аж до сегодняшнего дня? Я считаю, что это важный вопрос, и меня это удивило так же, как и многих других людей. Но так или иначе, русские вошли на Украину, и их операция изначально была не тем, что все предполагали. Я думаю, что президент Путин преследовал следующие цели. Не забывайте, он как минимум 15 лет говорил о своем отношении по поводу приближения НАТО к своим границам. Он ясно давал понять, что считает это угрозой. Одной из причин присоединения им Крыма было то, что Крым, очевидно, мог стать НАТОвской базой для американского флота в Черном море. Так что он выдвинулся туда первым и сказал, так, это должно прекратиться. А дальше, как вы уже знаете, был госпереворот в Киеве. Украинцы называют его теперь Киев. В результате которого мы поставили правительство, которое, по сути, было готово сделать все, что мы им скажем, и мы залили все миллиардами долларов для создания огромной украинской армии, чьей единственной задачей было напасть на Россию. И весьма скоро Путин понял, что если он не будет действовать быстро, то у него на границе будут ракеты, которые смогут мгновенно долететь до его ядерных шахт, что лишало бы Россию какой-либо защиты. Так что он решил наступать, и я считаю, что он поначалу думал, и это была неверная идея, что ему есть с кем вести переговоры. И он решил, что выдвинется, ведь изначально у него было всего 90 тысяч войска, разделенного на небольшие группы, которым он дал прямой приказ любым способом избегать излишнего ущерба. Он не хотел никого убивать, он знал, что наступает на территории, которые в основном русскоязычные. Да и украинские войска на тот момент он не хотел уничтожать, он сказал, я хочу демилитаризовать, но он также сказал, что не хочет ненужных смертей с украинской стороны. Ведь не забывайте, что с его точки зрения это все братья-славяне, или как он их там называет. Как по мне, русские и сами так сначала считали. Так что он выдвинулся весьма незначительными войсками и встретился с серьезным сопротивлением, хотя я и считаю, что силу сопротивления сильно преувеличили, так как русские не понесли серьезных потерь. Но так или иначе он встретился с серьезным сопротивлением, но что самое важное, когда он встретился с людьми для переговоров, то обнаружил, что особого желания заключать соглашение-то и нет. Так как Вашингтон, который там во главе, Вашингтон не захотел соглашения, он видел, какие делаются намеки, и эти намеки были весьма очевидны. Это был шанс Вашингтона, цитата, «истощить Россию». И когда Россия будет истощена, то мы увидим, как Путин со своим режимом будет свергнут. И в итоге нам останется решить, что теперь делать с Россией, включая захват ее ресурсов, развал ее на части и так далее. И для него это, конечно же, был кошмар, в который он поначалу даже не верил, но потом он осознал, что был неправ, и к лету... Он сталкивался со своим военным руководством, и они сказали, слушай, мы хотим перестать цацкаться, а ты нам не разрешаешь. Мы хотели больше солдат, и сказал нет. И теперь такое уже творится, что мы не сможем это закончить, если у нас не будет более сильных войск и возможностей. Так что произошло изменение стратегии. Теперь мы сконцентрируемся на контроле того, что уже захватили, что где-то около 20-22% территории, где жили в основном русские, да и где, кстати, сосредоточено большинство ресурсов. И мы начнем экономику военного времени. Наша задача создать нерушимую защиту и дать украинцам закончиться об нее. А уже потом мы сами пойдем в атаку. И по сути это и произошло. Украинцы понесли серьезные потери, и теперь... И я бы сказал, их уже почти не осталось. Все, кто был хоть как-то натренирован, уже либо мертв, либо ранен. Конечно же, смотря каким источникам доверять, но цифра от 250 тысяч мертвых до 300 тысяч мертвых, и даже 350 тысяч со стороны Украины. И это только военные? Да, это только солдат. Только солдат. Я не знаю, сколько было убито гражданских, и у меня большие сомнения по этому поводу. Так как, несмотря на смену стратегии, он всегда неохотно убивал, скажем так, невинных. Так что, если он наносил ракетный удар... Он президент Путин. Так что, если вы видели, что был нанесен удар, как было недавно, то задачей было, откровенно говоря, уничтожение иностранных войск. Как, например, с этим отелем, где были американцы, англичане и другие, этим он говорил, сваливайте натовцы. Если вы не уйдете, то вы очень рискуете. Потом там была, кажется, школа или что-то такое, и украинцы сразу же начали говорить, вот, видите, русские убивают людей в школах. Знаете, мы уже неоднократно сталкивались с тем, что украинцы устраивают стрелковые позиции в школах, больницах, моллах. И когда такое происходит, то у русских нет выбора, кроме как их уничтожать, что неизбежно ведет к тому, что они атакуют формально гражданские объекты. Здесь нет ничего нового, мы проходили это на Ближнем Востоке, там было примерно то же самое. И в итоге получается, что украинцы истратили уже почти все, что у них было, теперь они говорят об организации последнего контрнаступления. Я не представляю, как они собираются это делать. Чтобы они не предприняли, ничего уже не получится. У них нет шансов прорваться через российскую оборону. В то же время у нас есть также возмущение российских старших военных чинов, так как старшее офицерство хочет атаковать и этим закончить этот конфликт. И они очень обеспокоены. Что за старшие чины? Генералы российской армии, высшие генералы. То есть между Путиным и его генералами есть разногласия? Не знаю, назвал бы я это разногласием. Путин все еще не хочет принимать решительные действия для быстрого окончания конфликта, так как он обеспокоен тем, что мы можем вмешаться. С самого начала были большие опасения того, что если станет очевидно, что положение Украины безнадежно, то в Вашингтоне появится желание вмешаться для того, чтобы спасти то, что осталось. Но нам же надо защищать свои инвестиции на 150 миллиардов долларов. Это как, если задуматься, это как хеджирование. Если так, то мы уже настолько влезли, ведь когда-то мы говорили, что не пошлем танков, так как если пошлем, то будет хуже, а теперь мы уже говорим про самолеты и тому подобное. Нам теперь придется защищать Украину. Ну, я так не думаю. Да, но Ваш аргумент звучит как «примерно так мы влезли в Первую мировую». Но суть в том, что все эти товарищи уже потратили огромную сумму денег. И я уверен, что давление идет и со стороны Блэк-Рок, Рейтон и других. Кто-то недавно сказал мне, что есть только три ветви власти в Соединенных Штатах. Одна из них Блэк-Рок, другая Рейтон и третья фармацевтика. И есть в этом некая горькая истина. Холмом, по сути, владеют доноры, да и правительство они ставят. У американского народа особо голоса-то и нет, да он особо об этом и не знает, потому ничего и не говорит. Но правда сейчас в том, что украинцы уже без сомнений на последнем издыхании. И, как мне кажется, за кулисами идут разговоры, должны ли мы прямо сейчас выдвинуться и все закончить, а они могут. Или подождать еще и дать Украине затратить еще времени и усилий. И теперь у вас на Западе идут разговоры о том, чтобы начать польско-литовское вторжение в Западную Украину, а русские именно этого-то и боялись. А без нас этого не может произойти, без нашего разрешения и нашей поддержки, и Путин знает об этом. Мы сейчас находимся на перепутье, и русские должны принять решение. Тут есть немало... извини, Том, тут есть немало, что обсудить. Вот, например, с точки зрения стратега, ну, знаете, когда все думают о том, кто такой Путин, типа, бывший КГБшник, наверняка весьма проницательный, он на 15 шагов впереди. Он уже думает о следующих 25, так что вы рассуждаете, если мы сделаем это, то он сделает это. Если мы принудим на то, чтобы оно действовало пободрее, больше поддерживало, и если мы поступим так, то, возможно, будет легче захватить ту часть Украины, которую мы хотим под Байденом, а не Трампом, так как я вижу его сидящим со своими генералами и рассматривающим любые возможные варианты. Как он мог просчитаться? Эй, а давайте будем помягче, и они сами сдадутся, и все быстро завершится, а военные говорят, нет, надо пожестче. Это... это сильный просчет с его стороны. Ну, я думаю, Путин, вы упомянули его службу в КГБ, и есть кое-что, чего люди не понимают по поводу КГБ. Те, кто там работал, были практически единственными в Советском Союзе, которым разрешалось выезжать за границу Советского Союза. То есть они могли ездить на Запад. Путин был весьма знаком с Западом, особенно с Германией, и... Кстати, ему нравятся немцы, он хорошо говорит по-немецки. Я слушал многие его интервью. Так что, с его точки зрения, он видел Запад как тех, с кем можно работать, с кем можно договариваться, и его всегда в России критиковали за такую позицию. Потому что я бы сказал, что русские в основном считают, что с Западом нельзя вести дела. Запад наш заклятый враг, и так будет всегда. Мы русские, мы не часть Европы, и мы не часть Запада. И, по-моему, Путин занял другую позицию. Я думаю, что он читал, что Россия должна быть частью Большого Европейского Соглашения и должна присутствовать на Западе. И оказалось, что его критики были правы, а он нет. Но он все еще очень популярен. Так как он поднял уровень жизни, благосостояния, он вернул русским гордость и уверенность. Недавний неофициальный опрос, полученный из России, показал, по-моему, около 89% поддержки, в то время как у Байтона где-то 30%. Так что я думаю, об этом Путин не переживает. Но ему всегда не давала покоя эта идея, как далеко я могу зайти. Ведь Путин умный человек, и он сказал, когда это все закончится, мы хотим остаться с Европой и Соединенными Штатами. Во Вторую мировую так никто не думал, ну кроме некоторых, так как мы принесли чудовищные разрушения Японии, чудовищные разрушения Германии, что и стало одной из причин, по которой нам пришлось остаться там на 50 лет. И были немногие. Адмирал Леги, который тогда был главой Объединенного командования Рузвельта, собрал генералов и сказал, «Послушайте, вы творите ужасные вещи с этими людьми, а нам бы хотелось продолжить сосуществовать с японцами и с немцами, когда это все закончится». И тогда мы не уделили этому внимания, а Путин занял другую позицию, и он также дал ясно понять, что это Россия, а не Советский Союз. И российские войска, в противоположность заявлениям украинцев, не совершали все эти ужасы. Они не убивали, не насиловали и не грабили. Другими словами, это не сталинское войско, армия рабов 1944-45. Путин ясно дал это понять. Он все еще хочет, так сказать, поладить, он хочет избежать прямого боестолкновения с Соединенными Штатами и с НАТО. Это его основная мотивация. Но, как я уже говорил, он находится в точке, где ему придется принимать решение. Решение по поводу того, что дальше. Мы двигаемся медленно и обдуманно, и смотрим, как Польша с Литвой, при вероятной поддержке Соединенных Штатов, вторгаются в Западную Украину. Так мы поступим, или же будем действовать. И что бы ни осталось от Украины в итоге, он хочет, чтобы она была нейтральной. Он не хочет, чтобы она была милитаризована. Он не хочет, чтобы она стала местом, с которого можно будет напасть на Россию. Он смотрит на Украину, как мы смотрели на Кубу в 63-м. Мы не хотели, чтобы с нее можно было бы нападать на нас, да и сейчас не хотим. И в этом его цель. Итак, сможет ли он этого добиться, если он позволит Польше, Литве или даже войскам США войти в Западную Украину? Я считаю, что ответ нет. Полковник, вот эта цель президента Путина, которую вы так красноречиво описали, стоит ли такая же цель перед президентом Байденом? Думает ли так же объединенное командование, или они смотрят на это по-другому? Я могу сказать за старшее офицерство в армии и Пентагоне. Я не могу говорить за остальных. Армия дала весьма ясно понять, что мы не сможем развязать конвенциональную войну против русских. А они смотрят на это... Они понимают отношения и позицию Путина? Сомневаюсь, потому что если просто попытаешься объяснить эту позицию людям, которые действительно принимают решения, они настолько переполнены ненавистью и антипатией к Москве, и тем, что она для них представляет, что никто не будет слушать. Так что я думаю, они ослеплены своей идеологией. Наверное, поэтому столь горячо желание, ибо если они в основном так все видят, и, наверное, так все ежедневно преподносят президенту, и не только ему, то тогда неудивительно, что сенаторы так охотно направляют миллиарды долларов на Украину. Ведь это для того, чтобы победить этого злого... Так, это не Ближний Восток. Чтобы победить этого сатану СССР Россию. Не забывайте, что частично проблема была создана самим Путиным, из-за того, каким образом он вторгся в самом начале. Из-за этого Запад подумал, видите, Россия это не серьезно, они слабы. Они слабы. Они не понимают, что делать. И мы залили весь эфир этой пропагандой про то, что русские идиоты. И они описывали русских точно так же, как немцы описывали Советы во время Второй Мировой. Что просто бред. Я в аспирантуре изучал Советы и Восточную Европу, так что мне все это очень знакомо. Ведь они буквально брали фразы из книг, которые были написаны про советскую армию в конце Второй Мировой, и потом выливали все это дерьмо на русских. И, конечно же, все на Западе только и рады были в это поверить. Не забывайте, мы прошли через холодную войну, так что не так уж и трудно сказать. Знаете, русские это зло. Конечно, конечно, они всегда были такими, так что ничего нового. И это тоже часть проблемы. Так что, когда Путин вошел, он был слишком мягок, и из-за этого выглядел слабым, а теперь все изменилось. У вас где-то 750 тысяч войска, собранных в Западном военном округе России, на Западном фронте. 350 тысяч на юге. А где остальные 400 тысяч? Ну, кто-то из них занимается логистикой, кто-то в ракетных войсках, кое-кто из них в России, а кто-то в Западной России. Суть в том, что теперь это очень серьезная сила с самым современным оборудованием и технологиями. Я думаю, что теперь даже самые большие скептики удивлены и шокированы точностью, меткостью и чувствительностью российских ракет. Для людей, которые слушают, но перед ними нет карты, когда вы говорите «Западный российский фронт», вы также имеете в виду восточную границу Украины, а под югом вы подразумеваете Крым. Я говорю про юг Украины, местность, которая названа русскими как Новороссия. Она тянется от Одессы до Харькова. Большая ее часть контролируется Россией. Этими войсками в три четверти миллиона? Да. Окей, давайте вернемся к мыслям. Постараемся подумать. О чем думает Путин? Давайте помягче, а не пожестче. В чем его выгоды быть помягче? Вот вы, как стратег, ну, знаете, когда вы говорите, что и как бы вы сделали, у вас, по-моему, степень по международным отношениям университета Вирджинии, если я не ошибаюсь. И в чем выгода того, чтобы быть помягче? Ты не слишком жесток, так как считаешь, что тот парень сдастся, окей. А если наоборот? В чем могли преимущества быть с самого начала пожестче, когда его же солдаты говорили, нет, нам надо быть с ними пожестче, чтобы все закончить? В чем была их аргументация в более жестком подходе? Ну, сначала давайте проясним по поводу полноты моих знаний. Клизма тоже полна, но куда ее потом суют? Я не... Я не хочу принизить свою ученую степень, но давайте на чистоту. На свете много у кого ученая степень, у меня знаний никаких нет. И я бы сказал, что многие из этих степеней ничего не стоят и не производят, ведь это не практика. Я во время своей аспирантуры сосредоточился на военной науке, так как я профессиональный солдат. И считал, что поскольку американский народ оплатил мое обучение, то это моя обязанность сосредоточиться на военной науке, а конкретно на тот момент на Советском Союзе. И в меньшей степени на Восточной Германии, Польше и Чехословакии. Вот на чем я был сосредоточен. Итак, сказав это, опять же, это все строится на предположении. Я думаю, Путин, если мы взглянем на его желание вести переговоры, в первые три недели был момент, когда переговорщики встретились, то Путин сказал, «Я сейчас же прекращаю огонь, так как идут переговоры». И они остановились. Россия прекратила продвижение. Люди, конечно же, сказали, что это из-за проблем с логистикой, но это было не так. Он посылал месседж, «Я настроен серьезно, я готов к переговорам». И не забывайте, что все крутилось вокруг минских договоренностей. На Западе им никто не придавал значения, но они были подписаны Германией и Францией, мы их поддержали. И мы пообещали, что к русским, которые живут на Украине, будут относиться как к гражданам, что перед законом они будут равны украинцам, что их не будут принуждать становиться украинцами, до тех пор, пока они добропорядочные и законопослушные граждане, что они смогут говорить на своем языке, ходить в свои школы, в свои церкви и так далее. Оказалось, что это все было ложью, и Ангела Меркель, канцлер Германии, первой публично сказала, что мы солгали, что все это нужно было, чтобы выиграть время для Украины и дать ей усилить свою армию, что она и сделала. Впоследствии и Макрон признал, что это была ложь. И даже после того, как им лгали по всем важным для России вопросам, они все равно решили остановить продвижение и посмотреть, как пойдут эти переговоры. Но переговоры пошли не очень. И тут внезапно появляется этот Борис Джонсон, который влез во все это, по сути, как представитель Байдена, и сказал, стоп, не отдавайте ничего. Так как к тому времени Зеленский уже говорил, конечно, я думаю, мы можем быть нейтральными. Он на самом деле так говорил. В чем, по сути, с точки зрения Путина и заключалась цель. Мы хотим быть нейтральными. Другими словами, вот большая, размером с Техас, нейтральная страна, которая располагается между Россией и НАТО. Господи, это же прекрасно. Кстати, еще в 99-м и 98-м, когда я был директором Объединенного Операционного Центра в главном штабе Объединенных Сил Европы, эта дискуссия уже была, и кто-то сказал, а что Украина? Где во всем этом Украина? И все сказали, что задача Украины быть буфером. Понимаете? Не сражайтесь там, не лезьте туда, дайте им быть буфером между Россией и нами. И это все считалось весьма позитивным. Что ж, это было выброшено на свалку, и вместо этого Борис Джонсон говорит, мы вас поддержим всем, что есть. Мы дадим вам все, что только возможно. Ваша задача идти и сражаться. А мы вас поддержим, и в итоге мы победим, а Россия развалится, Путин исчезнет, и так далее, и так далее, и так далее. Ничего из этого не произошло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова